Здравствуйте, уважаемые трейдеры! К концу подходит вторая торговая неделя в новом году. Что же было интересно? Ключевым событием по праву считались данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая шестой месяц подряд демонстрирует уверенные замедления. Так вот, рост цен в США в декабре составил 6,5%. Это минимум более чем за год после октября 2021 года. Ну, напомню, в ноябре 2022 года инфляция составила 7,1%, в сентябре она была аж 8,2%. Положительная динамика говорит о последующем смягчении давления со стороны ФРС. Кстати, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер не заставил ждать рынки и практически сразу оставил свои комментарии касательно снижения уровня инфляции. Так вот, тезисы говорят о том, что, давайте промозвучим их, время переключаться на шаг повышения ставки на 25 базисных пунктов, время масштабных повышений ставок уже прошло, пик инфляции, вероятно, позади, рецессии маловероятны, но рост ВВП США должен замедлиться, а безработица вырасти. В финансовые рынки благоприятно встретили данные по инфляции. Доллар США уверенно терял позиции по отношению основных конкурентов. Да это и понятно, почему доллар терял свою позицию, потому что как бы уже имеют место такие четкие намеки о том, что ставку повышать будут, но темпы повышения замедлиться. Что же происходило на торговых графиках? Так вот, валютная пара евро-доллар еще с минувшей пятницы перешла в фазу восходящего цикла, в ходе которой был обновлен локальный максимум. Фактически мы имеем последующие построения восходящего тренда от октября минувшего года. Ну, данные по инфляции прям четко видны на графике, график четырехчасовой, вот они, данные по инфляции. У нас имел место застой прям от начала торговой недели, стояли прям в узком достаточно диапазоне, диапазоне вот и данные по инфляции стали рычагом для выхода цены из данного диапазона. Это движение привело к удержанию цены выше, чем 1.08, достаточно такой интересный уровень, в каком-то плане был даже таким сигнальным с точки зрения технического анализа, который и указывал на пролонгацию восходящего тренда. Напомню, вот у нас идет тренд от октября минувшего года, его масштаб составляет 1300 пунктов с копейками, уровень 1.08, он был отыгран на рынке еще и на истории, обратите внимание, это как раз весна 2022 года. Ну а что теперь, стабильное удержание цены выше данного уровня вполне может привести к последующему восходящему циклу по евро, психологическому уровню 1.10, а почему бы и нет, как говорится. Посмотрим, посмотрим, не за горами у нас первое в этом году заседание ФРС, я думаю оно будет интересно для трейдеров, интересно для рынков. Что касается фунта стерлингов, то циклы схожи с европейской валютой, но котировка еще не обновила максимум восходящего тренда. Минимумом коррекционной схемы является значение 1.840, относительно которого возник процесс восстановления длинных позиций. До обновления максимума осталось пройти чуть больше 200 пунктов. Ну это явно такие какие-то не такие уж и большие значения для рынка, что возможности есть, я думаю желание тоже есть у рынка, так вот почему бы и нет. То есть да, такое некое запоздалое, запоздалое, в каком плане реакция относительно пары евро-доллар коррелируемую. Ну и здесь как бы коррекция была немаленькая. Вот у нас коррекция у нас шла от середины декабря, ее масштаб, существенный масштаб, смотрите, 600 пунктов. Вернемся к паре, например, евро-доллар, да. Точно, у нас же по евро-доллару вообще коррекции такого не было. Был во время коррекции по фунту застой, то есть такой флэт, вот он он был. В начале нового года, да, был прострял вниз к 1.05 и относительно него уже был восходящий цикл. То есть как бы здесь и не было никаких коррекционных движений, тем самым и обновление, восстановление позиции по евро было гораздо легче. Здесь же у нас имеет место такая коррекция, существенная, и тут восстановление. Посмотрим, посмотрим. Для начала хорошо будет держаться выше, чем 1.23. Вот если удержимся, конечно, стабильно в дневном периоде, ну, потом в перспективе мы обновим максимум. Скажу так, что, наверное, такой все-таки основной технический сигнал об обновлении максимума и пролонгации, как такого восходящего тренда. Вот у нас тоже, вот, начало октября служил бы, служил бы, наверное, служил бы, наверное, уровень 1.25 удержания цены выше него. Ну, а там уж, так сказать, будет видно, видно, здесь как бы и значение 1.27, и последующий психологический уровень, а почему бы и нет, 1.30. Так что будем наблюдать, наблюдать, наблюдать. Ну, завершаем наш видеообзор по традиции валютной парой доллар против иена, где СМИ продолжают спекулировать на тему смены курса денежно-кредитной политики в Японию в сторону ужесточения. Ну, уровень 130, который еще в декабре играл роль основной точки опоры, был пробит на рынке. В качестве рычага для спекулянтов как раз стали данные по инфляции в Соединенных Штатах, который был у нас вчера, как раз вчера у нас и произошел этот пробой. Мы его неоднократно пытались преодолеть, смотрите, пытались его преодолеть 20 декабря, потом уже в новом году, 3 числа, пытались его прокололи, но опять не получилось. И вот вчера, получается, 12 января как раз на данных по инфляции мы пробиваем его и удерживаемся, обратите внимание, на дневном периоде. Такой хороший технический сигнал. Ну, фактически мы оказались где? Оказались на сразу же уровнях июня, смотрите, июня прошлого года. Ну, ты, конечно, смотрите, уже восстановление в Пуене, вот уже имеют такие, вы знаете, хорошие-хорошие-хорошие масштабы. Это все-таки уже уровни, если вы так смотрите, по истории. Ладно, не будем сказать, это как июня, это же у нас уровень какого года, получается, был. 15-го, когда мы шли по восходящему, по восходящей траектории, сейчас секундочку, даже интересно, на месячной графике посмотрим. Так, получается, 130, 130, 130, ну, с 2002-го год был. Вот если мы по восходящей траектории смотрим, вот, предошли, обновляли все эти пики. Ну, в общем плане, нам понятно, понятно, у нас идет обратно такое восстановление. Ены относительно вот этого безумного восходящего цикла занесы на дневной график. И что? Что здесь у нас? Если будем дальше стабильно удерживаться ниже, чем у 130 уровня, здесь как бы 125, не за горами, и, может, вполне возможно его увидеть. Не забываем, конечно, что у любых циклов, у любых движений есть два таких цикла, это цикл импульс и цикл коррекция. Тем самым, если у нас даже в нисходящем, имеет место нисходящей перспективы, даже к 1.25, положим, да, но тем самым, рано или поздно возникнет и коррекция относительно нисходящего цикла. Так что будьте готовы. В данном случае, как раз, коррекция, наверное, будет рассматриваться в районе значения. Но это чуть повыше, будем говорить, не 125, как здесь говорится, 125, 85, 126. Относительно него, возможно, будут такие откатки и коррекции. Так что есть, опять же, зачем понаблюдать, о чем поработать, о чем поразмышлять, так сказать. Ну, на сегодня у нас все. Всем удачи и хороших выходных. До свидания. Продолжение следует...